Спустя год работы на посту главного врача Краевого онкологического центра, его новый руководитель Игорь Вихлянов дал большое интервью по лице Брум. Он отметил, что ему удалось разобраться со многими злоупотреблениями. Весь год, цитируем слова Вихлянова, работали над тем, чтобы диспансер ушел из коррупционного поля. После того, как были выявлены нарушения, пришлось перестраивать всю службу. Приняли нового контрактного управляющего, главную медсестру, старшего экономиста. Был ли готов к переменам коллектив онкодиспансеры, что в приоритете на 2019 год, читайте на Политсибру. Жильцы частных домов на Алтае возмущены навязанными им услугами по вывозу ТБО, об этом пишут корреспонденты информационного портала Толк. Как говорят владельцы частных домов, контракты с ними заключаются автоматически. Никакого согласия для этого почему-то не требуется. Менсионер из Бийска, к примеру, не готов платить такие деньги за вывоз мусора, ведь и мусора у них с женой нет, они все сжигают в печке. И таких историй по краю немало. Подробности читайте на Толке. Четыре человека из Барнаула, Бийска и Белокурихи решили сдавать в этом году ЕГЭ по китайскому языку, сообщает бийский рабочий. Ну а в целом алтайские выпускники по-прежнему предпочитают общество знаний, физику и историю. Растет также число тех 11-классников, которые выбирают информатику, химию и английский. Корреспонденты напоминают, что основной этап проведения ЕГЭ пройдет с 27 мая по 1 июля. Дочка Анатолия Банных рассказала, почему обижалась на отца. Материал на страницах комсомольской правды Барнау приурочен к очередной годовщине с момента крушения вертолета, в котором находился бизнесмен. В прошлом году в интернете появился получасовой документальный фильм об Анатолии Банных. Сейчас он вновь всплыл в сети. Каким знали бизнесмены его родные и близкие? Подробности читайте на Комсомолке. Особенности дачной реформы разъясняют корреспонденты московского комсомольца на Алтае. Дело в том, что Госдума в первом чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, связанные с правовым статусом дачи и садоводства. СМИ поспешили поднять панику, мол, дачи запретят, домики и земля окажутся вне закона. Корреспонденты московского комсомольца уверяют, что рядовых дачников изменения никак не коснутся. Подробнее читайте на страницах издания.